Ровно год назад городскую сеть социальных магазинов «Ветеран» передали дискаунтерам экономич и близкие центры инновационных технологий, которому принадлежат помещения, перед арендаторами поставил условия сохранить работников, бренд и следить за ценами. Все ли из этого было выполнено и что думают хабаровчане о новом «Ветеране»? Расскажем далее. Раньше было «Ветеране» лучше. Почему? Ну, во-первых, ассортимент был больше, цены ниже. Бывшая сеть магазинов «Ветеран», которая просуществовала более 20 лет, славилась низкими ценами. Обеспечение людей социально значимыми товарами по стоимости ниже рыночной было основной целью городской сети. Однако в последние несколько лет своего существования «Ветеран» сдавал позиции. Магазины перестали окупать себя, здания требовали дорогостоящего ремонта, а цены на половину товаров были даже выше среднерыночных. Поэтому любимых хабаровчанами «Ветеран» решили передать дискаунтерам. Основными, конечно, критериями при передаче наших объектов, это было первое, сохранить, конечно же, социальную назначенность этого магазина, чтобы сети магазинов «Ветеран» именно. Второе, необходимо было обеспечить низкими ценами определенную группу товаров. Третье, это, конечно же, должно было присутствовать на прилавках группа продуктов наших местных производителей. И сейчас неплохо, и тогда было неплохо. Ну, неудобно было то, что прилавочная торговля, надо было подходить к каждому киосочку. Здесь, конечно, лучше, формат самообслуживания лучше. Одна из причин, по которой помещение передали новым арендаторам – необходимость ремонта. Собственник Центра инновационных технологий предварительно считал, чтобы привести площади в порядок, нужно будет потратить порядка 60 миллионов рублей из городского бюджета. Своими силами за счет арендных платежей этого было сделать нельзя, денег бы просто не хватило. Поэтому год назад, 1 февраля 2022-го, все магазины сети передали новым арендаторам – экономичу и близкому. Понятно, что мы какой-то премиум ремонт не делаем, но минимальный базовый делаем в обязательном порядке. И зависит от состояния магазина, но здесь в районе стандартного СМР – это 2,5-3 миллиона. При ремонте название «Ветеран» сохранилось. Цены, по данным дискаунтера, стали на 20% ниже. Поменялись форма и коллектив. Теперь вместо магазина из 90-х – супермаркет, а вместо продавцов – работники зала и кассиры. Кстати, сотрудникам «Ветерана», как и обещали новые магазины, предлагали работу, но никто не согласился. Вы скучаете по продавцам? Ну, наверное, еще есть это, да, мы скучаем. Раньше в «Ветеране» были продавцы. Как лучше, как вам удобнее? Да я еще не поняла, откровенно говоря. У нас надо работать более активно, то есть более высокая нагрузка на людей, но не все к этому готовы. То есть, кто привык работать за прилавком, они все-таки приняли решение поискать варианты такие же, как были ветеране. Александра Пескун, Максим Артиков. Смотри Хабаровск.